Что такое ключевая ставка? Недавно мне задали такой вопрос, и сейчас я попытаюсь на него ответить, как могу. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно меня спросили в комментариях, что же такое ключевая ставка, чем она отличается от ставки рефинансирования и так далее. Сейчас я попытаюсь объяснить. На самом деле, я тоже когда-то задался этим вопросом и пытался найти ответ на него. Кое-что я все-таки нашел, я поделюсь сейчас тем, что я нашел. Итак, смотрите. Давайте представим, что деньги – это не просто деньги, а это товар. И каждый товар имеет свою стоимость, и его продают и покупают. Ну, что значит свою стоимость? Смотрите, деньги бывают разные. Деньги бывают наличные и безналичные. Деньги бывают черный нал, например. Бывают деньги банковские и так далее. И все эти деньги имеют разную стоимость. И кто у нас оперирует деньгами? Банки. Чем занимаются банки? Банки как раз покупают и продают деньги. Что это значит? Банки покупают деньги, скажем, у своих вкладчиков, у своих клиентов. То есть они берут деньги либо на депозит, либо… Ну, в основном они берут, конечно, деньги у тех предприятий, которые у них обслуживаются. И отдают эти деньги другим людям в кредит. То есть банки занимаются торговлей деньгами. Это очень просто. То есть они берут депозит под 1% или у клиентов вообще без процентов, как правило, большую часть. И отдают их кому-то в кредит. Когда у банка есть запрос, ну, больше, чем положено на кредит, они могут перезанять эти деньги у других банков. Это есть межбанковский, как бы, ну, обмен, межбанковская биржа. И они могут взять деньги в кредит у Центробанка. И на все это есть разные ставки. Смотрите, есть ставка депозитная, есть ставка кредитная. Как вы понимаете, ставка депозитная должна быть маленькая, ставка кредитная большая. И на этой разнице банки зарабатывают деньги. Когда банки берут деньги друг у друга, это ставка межбанковского кредитования. Значит, там, соответственно, другие уже ставки. Есть ставки овернайт. То есть, на ночь. То есть, там, буквально, ну, как бы, перекантоваться. Или там, я не знаю, для чего они нужны. Но есть овернайт ставки. Есть ставки, ну, вот, межбанковские. Есть ставки под залог ценных бумаг. То есть, когда, например, клиент продал ценные бумаги, но деньги за эти ценные бумаги он еще не получил, а вывезти их уже хочется воспользоваться. Кредит называется по ставке репо. Таким образом, у денег есть различные варианты ставок. И есть регулятор, Центробанк, который, в общем-то, старается, чтобы банки не переусердствовали в размерах ставок. Потому что есть банки, которые, например, ну, на грани, например, банкротства банк. И он начинает обещать повышенные проценты по депозиту, потому что все равно терять нечего. Он их все равно не отдаст эти депозиты, не вернет. То ценных присвоит. Вот. И есть банки, которые, например, ну, значит, повышенные проценты по кредитам дают и так далее. Каким образом Центробанк регулирует эти все ставки? Он берет и говорит, вот будет какая-то ставка средняя, которой будет все привязано. И давайте назовем эту ставку ключевая ставка. То есть ключевая ставка Центробанка. Или там какая-то учетная ставка Центробанка. То есть она вот единая. Все вот. Центробанк говорит, вот такая ключевая ставка. Он ее объявляет. И дальше говорит, что если вы даете кредит по ставке выше, чем ключевая ставка плюс, скажем, 10% от ключевой ставки, то все, что сверху, будет облагаться повышенным налогом, чтобы не зарывались. То есть аналогично с депозитом, если банк предлагает деньги выше, чем ставка по депозиту, то, значит, все, что сверху, будет облагаться дополнительным налогом. Таким образом, значит, банк вгоняет все вот эти ставки в определенные рамки Центробанк. Вот для чего нужна ключевая ставка. То есть к ней привязываются все остальные ставки. Ну, то есть ставка рефинансирования, то есть, ну, как бы, когда банк берет деньги у Центробанка по одной ставке и дает клиентам в качестве кредита по другой ставке. Здесь тоже все регулируется вот именно вот этой ключевой ставкой. Она какая-то вот такая, ну, вроде бы ни к чему не привязана, наоборот, к ней привязано все. Ну, как золотой стандарт, скажем так. Так, вот что такое ключевая ставка или учетная ставка, к которой все привязано. То есть это какой-то общий некий стандарт, к которому привязаны все остальные ставки. Там, репо, ставка депозита, ставка кредита, ставка овернайт, ставка межбанковская и так далее, и так далее. Вот таким образом, я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Ну, то та информация, которую я в свое время нашел. Если я где-то не прав, поправьте меня, ну, в комментариях. Сейчас все. Я надеюсь, что лайк я заслужил. Поставьте его, пожалуйста. С вами был Демитков Юрий, и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok